К нам присоединяется Павел Лакичук, военный эксперт, руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21». Павел, здравствуйте. Здравствуйте, Павел. Добрый вечер, слава Украине. Героям слава. Рассмотрели мы только что со всех сторон этот легендарный Black Hawk, и у меня вот родился такой к вам вопрос. Последнее время, обсуждая воздушные силы, вооруженных сил Украины, мы сконцентрировались и зациклились на самолетах. Мы ждем F-16, мы получаем МИГи, мы обсуждаем, помогут нам эти МИГи или нет, снова требуем F-16, гадаем на кофейной гуще, дадут нам их, если их дадут, то когда, и упускаем вот тему именно вертолетов. Расскажите подробно, как обстоят дела с этим авиапарком у нас на сегодняшний день, учитывая наши запасы, учитывая то, что нам передают, и насколько существенна роль вот таких подобных вертолетов в ведении боевых действий? Ну, о том, что мы концентрируемся на фронтовых истребителях, на многофункциональных истребителях, это естественный вопрос, потому что истребитель, он обеспечивает противовоздушную оборону объектовую, то есть это обеспечение нашей городовой инфраструктуры от ударов крылатых и не только крылатых ракет, второе, это обеспечение безопасности поля боя, уничтожение воздушных судов противника, истребители-бомбардировщиков, которые приближаются, бомбардируют наш передний край. Можно сравнить буквально сейчас по сводкам генерального штаба, сколько нанесено нашими войсками воздушных ударов по противнику, и сколько фрошисты за день успевают нанести авиационных атак. Ну получается где-то 1 к 4 разница, это только по передовой линии обороны, а нам еще и наступать надо, поэтому переход к более современным истребителям, это один из ключевых вопросов выигрыша войны и вообще хода военных действий. Что касается армейской авиации, вертолеты относятся как раз к этой категории, это самолеты-штурмовики, ну в частности у нас Су-25 штурмовик, ну и противников преимущественно тоже он, аналог американский, это Тандерболт А-10, такая бородавочник в народе называемый, очень хорошая штука, и вертолеты, преимущество вертолеты, летающие танки от Апачи до Блэк Хоука. В советской аналогии это Ми-8 ХВ, Ми-8, Ми-17, ударные Ми-24, такие качественные машины, ну у противника, соответственно, более современные модели Ми-28, Ми-35, которые работают в паре. Да, действительно, по армейской авиации мы тоже серьезно отстаем, и потери армейской авиации в первые месяцы войны, ну и вообще на протяжении войны мы имеем серьезные, и пополнить их весьма проблематично. Да, в начале, ну в 2022 году мы имели несколько десятков Ми-17, это аналог такой Ми-8 экспортный вариант советских, которые штаты готовили для армии Афганистана. После выхода потом американской армии, американской поддержки из этой азиатской страны, эти вертолеты, ну практически, ну такой подарок нам получился, были переданы Украине. Ну а также небольшие партии Ми-24, в том числе из Македонии, что интересно, Украина в свое время, 15 лет назад примерно, передала этой балканской стране в качестве помощи эти вертолеты, и вот они вернулись, как ответный жест, снова на родину защищать нашу страну от российских агрессоров. Несколько, небольшие партии из других восточноевропейских стран, все, больше вариантов нет. И естественно, кроме вот фронтовой авиации, ну там сосредоточились на F-16, да, или... Ну их аналогов, Еврофайтер, возможно, или еще что-нибудь. Украинские переговорщики, военные в том числе, ведут серьезный разговор об армейской авиации. Упор делался на тандерболтах какой-то промежуток времени. Бородавочник это очень мощный, очень неказистый, но очень-очень классный вариант, разработка, которая достаточно долгое время находится в эксплуатации. Ее не выводят американцы только потому, что он оказался эффективным и живучим. Но пока договоренности нет, тоже касается и вертолета в армейской авиации. По всем фронтам одновременно вести успешные переговоры не очень получается, но будем верить нашим военным, нашим дипломатам, которые ведут работу, повторяюсь, на всех фронтах. Нам и Патриот обещали не дать, потому что это средство только для НАТО, этот зенитно-ракетный комплекс может защищать только воздушное пространство государств, членов альянса. Вот уже сегодня говорят, что первый комплекс немецкий, он уже находится на территории Украины. Да, кстати, мы об этом, Павел, об этом, кстати, и хотели спросить. Вы действительно правы, на сайте правительства Германии, между прочим, об этом сообщили, что в течение последней недели Германия передала Украине ЗРК Патриот с ракетами к нему. Объясните, пожалуйста, каковы возможности этого комплекса, что это значит для Украины, как это повышает наши возможности защищаться, и сколько ждать, чтобы он начал работать переданный, как быстро его развернут? Развернуть его теперь быстро, потому что вместе с подготовкой технической части проводилась подготовка личного состава, экипажей к этим комплексам, а также параллельно с подготовкой этих ЗРК, а не только немецкого, еще нам вот-вот должен прибыть еще один зенитно-ракетный комплекс Патриот, это батареи, это не одна боевая машина, это несколько боевых машин. Вот уже можно было видеть по пакетам анонсированной помощи от наших партнеров ракеток ЗРК Патриот, то есть параллельно шло дополнительные комплекты ракет для обеспечения боевой эффективности этого зенитного ракетного комплекса дальнего радиуса действия. Чем он очень важен? Ну, во-первых, это основной современный комплекс зенитно-ракетный дальнего радиуса действия, применяемый во всех, в большинстве стран Северо-Атлантического Альянса. Он уже вытеснил более старые модели. Ну, Патриот, кстати, тоже несколько, существует несколько вариантов, способных для уничтожения и аэробаллистических целей, и баллистических целей, и групповых воздушных целей. Ну, я так понимаю, у нас там ПАК-3 будет. Он такой наиболее универсальный. Не самый продвинутый, но наиболее универсальный. То есть может сбивать и самолеты, и крылатые ракеты, и работать по баллистическим ракетам. И что очень важно, это, наверное, не только Патриотов касается, а и других зенитно-ракетных комплексов, которые переходят, вот, передаются нашими партнерами на помощь за год войны интенсивных бомбардировок Украины в российской авиации, потом крылатыми ракетами. Наш запас зенитных ракет к основным комплексам среднего и дальнего радиуса действия, это С-300 преимущественно, и БУК, он серьезно исчерпался. Найти новые ракеты к 300-кам и к БУКам в мире уже не так легко. А вот для зенитно-ракетных комплексов натовского возрастка в образце производства европейских стран и США в таких ракет значительно большее количество можно приобрести, можно получить. И поэтому, ну, ускорение перехода на зенитно-ракетные комплексы современные натовские, это для нас жизненно важно, потому что, напоминаю, и не снимается угроза ударов по нашей инфраструктуре. Сегодня Генеральный штаб снова предупреждает о возможности ударов крылатыми ракетами противника Сакватории и Черного моря. А еще нас ждет контрнаступление для прикрытия войск и сил в ходе боевых действий. Средств ПВО надо на порядок больше. Ну, будем надеяться, что это сообщение появилось, обращу ваше внимание, всего лишь за несколько дней, до начала нового Рамштайна. И эти патриоты, когда-то вы правильно сказали в нашем разговоре, мы о них когда-то и не мечтали, и нам говорили, что их никогда не будет. Ну, так вот потихоньку и поговорим в следующих эфирах о получении F-16 Украины. Спасибо вам огромное за этот разговор. Павел Лакичук, военный эксперт, присоединялся к нашему эфиру. Спасибо.